Божаю здоровья, что нам не украинцы. А о заваренных входах в укрытие, об отсутствии убежищ вообще в некоторых частях города. Такой уровень небрежности в городе не перекрыть какими-либо оправданиями. Обсудили наставки и все детали относительно нашей ПВО, ее дальнейшего развития, снабжения и производства в Украине необходимых ракет. Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе. Занимаемся коалицией патриотов и коалицией современных истребителей каждый день активно. Очень внимательно. Ситуация на передовой, во всех тех точках, где сейчас наиболее жестко. Не буду говорить об этом более подробно. Действия нашего государства, активные действия наших воинов скажут то, что нужно. И отдельно провел совещание по подготовке новых наших бригад, тех, которые от севера до юга нашего государства накапливают силу. Второй пункт за сегодня. Провел переговоры с президентом Эстонии, который приехал в Киев. Прежде всего безопасность. И это то, что касается нашей защиты сейчас, а также то, что касается нашей безопасности долгосрочно. Эстония принципиально помогает нам оружием, техникой, поддерживает наше движение в НАТО. В целом понимает, как важно, чтобы мы именно сейчас и именно на нашей украинской земле одержали победу над расшизмом. Это важно для каждого народа, соседствующего с государством террористом. Уверен, мы дадим эту безопасность. Такую необходимую мы дадим Украине, всей Европе и свободному миру победу над российской агрессией. Заслуживает внимание и то, что мы развиваем наше сотрудничество с Эстонией и экспортом решений. Наших цифровых решений. Ранее именно с Эстонией украинцы брали пример в развитии цифровых решений. А сейчас мы вышли на такой уровень, когда уже на базе нашей украинской ДИИ будет создано государственное приложение в Эстонии. То, что удобно и полезно для миллионов украинцев, очевидно, будет удобным и полезным для других народов. И это еще один компонент нашего лидерства, украинского лидерства. Мы обсудили с господином президентом Эстонии дальнейшее сотрудничество, в частности, в цифровизации. И, кстати, сделаю такой анонс. ДИИ поможет развить государственные сервисы и в других странах, не только европейских, в Латинской Америке и Африке. Третье. За сегодня. Из разных активностей этого дня о чем стоит сказать. Провел несколько совещаний, длительных и содержательных, по поводу формирования нашей политики. Комплексной. На перспективу. Того, что касается дальнейшей трансформации государства. Того, что касается нашего участия в глобальных процессах. Как всегда, готовим новости и решения, которые дадут Украине и украинцам еще больше прочности. Спасибо всем, кто помогает нашему государству. Слава всем нашим воинам. Каждому и каждой, кто сейчас в бою ради Украины. Особенно хочу отметить сегодня 92-ю отдельную механизированную бригаду. Всех воинов этой бригады, которые чрезвычайно стойко защищают Сватовское направление. И удачно отражают вражеские атаки, двигаясь вперед. Спасибо вам, воины. Авдеевское направление. 110-я отдельная механизированная бригада. Спасибо вам, воины, за вашу храбрость и ваше умение мощно уничтожать оккупантов. Молодцы. Отмечу пограничников, которые с честью защищают государство на передовой вместе со всеми силами обороны и безопасности. Львовские, Донецкие, Житомирские пограничные отряды, которые сражаются на фронте. Спасибо вам. А также спасибо бойцам Черниговского пограничного отряда, которые активно противодействуют шахедам. Скорость и меткость наших воинов критически важны. Благодарю вас, воины, за вашу скорость и за вашу меткость. Подписал сегодня указы о награждении наших воинов государственными наградами. 263 военнослужащих, вооруженных сил Украины. Слава всем нашим героям. Слава Украине. Слава всем нашим героям. Слава Украине.